Итоги уходящего вторника Наши дети предназначены прежде всего для них Как это было? Недоброе утро! Нарокоссовского спасателя вынесли женщину из огня Я вызвала сразу пожарную И ребенка отдела, мы выскочили на улицу В каком состоянии пострадавшие? Из прошлого, с любовью В выставочном зале открылась экспозиция новогодних ретро-игрушек Роскошные шары, роскошные сосульки Корзиночки, грибочки и прочее, прочее Кому придется по душе путешествие в детство? А также рабочая встреча, высокие показатели и отечественный ноутбук Горизонт Эйчбук можно купить в интернете Какие характеристики? Расставили точки над «и» Александр Лукашенко и Владимир Путин согласовали многие вопросы Для очередных переговоров президенты приехали вместе в русский музей Крупнейшее мировое хранилище изобразительного искусства В его коллекции 400 тысяч экспонатов Там под полотнами великих художников состоялось двустороннее общение Особенность этого форума в том, что встречи проходят без протокола В непринужденной обстановке При этом есть возможность обсудить самые серьезные вопросы сотрудничества Как на пространстве содружества, так и в союзном государстве На чем и сконцентрировались лидеры Я очень рад, потому что Вот так вот на полях нашей встречи Неформальной Можно вдвоем еще раз встретиться И пообсуждать То, что представляет взаимный интерес Спасибо, Владимир Владимирович И за Москву За космонавтов За центр Побывал я там, смотрел очень прилично Время И за Питер Мы кое-что посмотрели Ну, если кто-то правильно сказал Думает, что мы только чай пьем То должен сказать, что Мы вчера с вами Не только За этим чай питием Но и поздно вечером Возвращаясь домой Обсудили очень многие вопросы И порой у некоторых государств На это уходят годы Мы с вами за вечер многие точки расставили На это И продолжая наш диалог Минский Поскольку он был в основном по экономике Я вам благодарю за то, что Вчера были окончательно согласованы Многие вопросы Правительство доработает их Уже у них к нам не может быть вопросов Предновогодняя встреча лидеров стран СНГ завершилась Следующий саммит пройдет в 2023-м в Бишкеке Испытание пламенем Сотрудники МЧС спасли женщину на пожаре Сейчас она находится в реанимации ЧП Нарокоссовского подняло на уши весь дом Если бы не соседка, финал мог стать куда печальнее О пугающем пробуждении Карина Гуревич Елена Фиолковская в этот день Так и не попала на работу Все начиналось по привычному утреннему распорядку Она уже была готова выходить из дома Мама хозяйничала на кухне Ребенок мирно спал в своей комнате Но идиллию разрушил душераздирающий крик соседки Женщина открыла входную дверь И в квартиру повалил черный дым Я вызвала сразу пожарную И ребенка отдела Мы выскочили на улицу Мы зашли около 9 часов где-то только попали домой Все было в дыму Все окна открыты, все убираем Мы даже не успели, если честно Мы даже испугаться сразу не успели Сразу, конечно, паника началась Потому что увидели дым Услышали запах И, соответственно, сразу запаниковали Последние силы хозяйка потратила на мольбу о помощи Но покинуть свою квартиру сама уже не смогла Сотрудники МЧС обнаружили пенсионерку без сознания в коридоре Вынесли на свежий воздух и передали медикам Те доставили женщину в реанимацию с отравлением продуктами горения Девушки, в какую не повезете? На ЦБ На ПШК На ПШК, понял Вопрос, который повис в воздухе вместе с дымом Как же так? На белом снегу хорошо видны черные пятна Некогда уютное кресло прогорело до каркаса В диване, на котором собиралась вся семья Видны пружины и поролон Картина пугающая К запаху гари и приездам спасателей в этом подъезде привыкли Но обычно зачинщик-квартират на втором этаже Что же произошло на восьмом? В этом еще предстоит разобраться специалистам Сейчас на месте работает Следственный комитет и МЧС Но одно известно уже сейчас Пожарный извещатель мог бы предупредить беду Спасатели напоминают, что для раннего обнаружения пожара Необходимо в жилых комнатах домов либо квартир Устанавливать автономные пожарные извещатели Они своим громким сигналом оповестят в случае задымления И спасут чью-то жизнь или имущество 97 пожаров с начала года и 11 погибших Это цифры только по городу В масштабах страны уже произошло свыше 5800 ЧП Пламя унесло жизни больше 600 человек Чудо, что в этот день Бобруйск не пополнил печальную статистику Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360 Средняя зарплата, новый приз-курант и точное время Белавия признана самой пунктуальной по международному рейтингу аэропорта Шереметьево Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Экспорт Беларуси в Россию по итогам 2022-го Может составить рекордные 23 миллиарда долларов За 10 месяцев уже вышло 18 Это гораздо больше, чем во все предыдущие годы Доля белорусской продукции в импорте стороны соседки растет почти по всем показателям Особенно в сфере машиностроения и сельского хозяйства По прогнозам экспертов, 2023-й будет не хуже, чем текущий Средняя зарплата белорусов по итогам 2022-го выросла на 13% К концу года она должна превысить 1620 рублей Это связано с тем, что увеличили оплату труда для воспитателей детских дошкольных учреждений А ковидные надбавки для медиков трансформировались в другие виды доплат Сумма расходов из бюджета оказалась больше запланированной Но это стало посильным для экономики ГАИ с января повысит стоимость на некоторые услуги Курсантам при повторной сдаче практического экзамена придется заплатить 40 рублей вместо 36 Дороже станет составление договора, купли-продажи, мены и дарения специалистам регистрационного отделения Поднимется цена на выдачу справки о наличии водительского удостоверения Белорусский ноутбук Горизонт H-Book можно купить в интернете Отечественная разработка доступна только в синем цвете Оперативная память 8 гигабайтов Есть встроенная видеокарта Размер 15,6 дюймов Процессор 11-го поколения Характеристики обеспечивают бесперебойную работу и высокую производительность Белавия признана самой пунктуальной авиакомпанией в рейтинге Которая дважды в год обновляет международный аэропорт Шереметьево Между тем вырос спрос на путешествие в ОАЭ В связи с этим белорусский перевозчик переносит некоторые рейсы и шарджи в Дубай И середины января станет летать туда 5 раз в неделю Под стук колес белорусская железная дорога отмечает 160-летие со дня основания Сегодня это развитая транспортная система протяженностью 5,5 тысяч километров И лидер национальных перевозок За долгие годы у компании сложилась репутация надежного и пунктуального перевозчика Дон ЖД обеспечивает около 63% грузооборота всех видов транспорта общего пользования И 33% пассажиропотока Коллектив железнодорожников во все времена был предан любимому делу и отчизне Ведь в любое время, в любую погоду, днем и ночью Железнодорожники выполняют ответственную миссию По обеспечению безопасной перевозки пассажиров и грузов Через станцию Бобруйск курсируют 10 пар межрегиональных и региональных поездов бизнес-класса Одна пара международных поездов И 10 пар поездов региональных линий эконом-класса Только за сутки в кассах вокзала продают порядка тысяч билетов Активно внедряются новые технологии Тестируется возможность оплаты билетов по QR-коду Популярностью пользуются и приложения «БЧМой поезд» Совершенствуется также логистическое направление Довляется подвижной состав Успешно реализуется ряд масштабных инвест-проектов Душевное тепло, сладкие сюрпризы и неформальное общение Во Дворце искусств прошло новогоднее представление для талантливых ребят В зале 700 человек Для них музыкальная сказка, хороводы и, конечно, подарки от руководства города О детских мечтах Татьяна Горубыч Во Дворце искусств ни одного свободного места 700 самых талантливых мальчишек и девчонок собираются на новогодний праздник Все они – отличники в учебе и спорте Победители олимпиад и творческих конкурсов 2022-й стал для них годом личных побед и достижений По доброй традиции разделить с ребятами новогоднее настроение приезжает руководство города В адрес юных зрителей звучат теплые поздравления и самые искренние пожелания Развивать таланты, оттачивать способности, преодолевать трудности Ведь большие победы складываются из маленьких достижений Не обходится без благодарностей и сладких подарков Уважаемая Виктория Анатольевна, спасибо вам за подарки И мы поздравляем вас с наступающим Новым годом И даем вам эту елочку Наступает время сказки Образцовый музыкальный театр «Слуги трех мус» Представляют волшебную историю о Щелкунчике На сцене Дворца искусств – любовь, дружба, испытания И, конечно, победа добра над злом По-настоящему новогодняя мистерия Дети – наше будущее и акция «Наши дети» предназначена прежде всего для них Пусть это новогоднее мероприятие принесет им радость, успех Подарит улыбки, хорошее настроение И самое важное – внимание, которое они всегда ждут В преддверии этих новогодних чудес Счастливые детские глаза, горящие в ожидании чуда И Дед Мороз со Снегурочкой, которые любую сказку могут сделать былью Ребята с удовольствием участвуют в конкурсах Отгадывают загадки, много танцуют И искренне переживают за прекрасного принца, которого заколдовала злая мышильда Сказка понравилась? Да А что тебе больше всего впечатлило? Когда мы танцевали Если бы ты была добрая волшебницей, что бы ты сделал? Я бы сделала так, чтобы все на земле были счастливы Сегодняшнее представление мне понравилось многим Хорошей сказкой, хорошим концом, красивым выступлением и конфетами А ты уже попробовал конфеты? Нет, еще не успел, но я уверен, что они будут очень вкусные Как у тебя настроение? Прекрасно Что ты ждешь от праздника? Незабываемых эмоций Если бы ты была добрая волшебница, и что бы ты пожелала всем? Хорошего настроения, чтобы ни у кого не было бед Благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране с середины декабря За это время не только долгожданные подарки, но главное тепло и заботу получат свыше трех тысяч маленьких белорусов Марафон добра уже больше четверти века согревает детские сердца, дарит хорошее настроение и веру в чудо Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360 Коллекция с душой В Бобруйске работает выставка новогодних ретро-игрушек Маленькие экспонаты разделены по тематике или периоду выпуска и заботливо развешаны по елкам Здесь изделия из прессованной ваты 30-40-х годов, рядом из картона 60-х и 70-х Большинство украшений стеклянные Кремлевские в технике глинка по мотивам сказок Пушкина в виде овощей Всего около тысячи игрушек Игрушки, которые показывают только Дедов, Морозов и Снегурочек Ну, это, конечно же, всегда актуально Роскошные шары, роскошные сосульки, корзиночки, грибочки и прочее-прочее Это же есть миниатюрные игрушки, которые буквально в сантиметре в диаметре Красота невообразимая Представлена прекрасная коллекция масок сказочных персонажей И, конечно, советские новогодние открытки, цветные и черно-белые Увидеть ретро-выставку можно по адресу Социалистическая, 100 до 29 января Путешествие в прошлое придется по душе не только детям, но и их родителям Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова